Добрый вечер! Вы смотрите Дайвичи. Меня зовут Светлана Халявиной. В ближайший час мы вместе с корреспондентами Бюро новостей расскажем о событиях города и области. В студии за это время побывают гости. Сегодня это Алексей Костин и Валерий Семенищев. С ними обсудим правила размещения рекламы на многоквартирных домах. А с Александром Пигулиным поговорим о реабилитации наркозависимых. Итак, давайте начинать и вот главные темы этого выпуска. Дискуссии в городской думе. А нужна ли реклама на фасадах домов? И когда всем кировчанам дадут горячую воду? Конечно, спрогнозировать количество дефектов на том или ином участке невозможно, если у нас 65% сетей с истекшим сроком эксплуатации. Нехватка денег или желание? Почему управляющие компании забыли про аварийные дома? Буквально вот недавно все начало снова падать. Я все боюсь, как бы трубы не портить, ничего. Конечно же, там все наверняка захотят съездить бесплатно, то есть куда-то. Бесплатное путешествие по России. В стране хотят ввести туристические сертификаты. Число заболевших ОРВИ в области за последнюю неделю выросло почти на 30%. Об этом сообщают специалисты Роспотребнадзора. С острыми респираторными инфекциями в больницы обратились почти 7 тысяч кировчан. Тем не менее, уровень заболеваемости ОРВИ на данный момент все еще ниже эпидемиологического порога. Диагноз грипп в Кировской области пока еще пациентам не ставили, поэтому медики не перестают напоминать. Сейчас самое благоприятное время для вакцинации против гриппа. До 28 сентября в Кирове работают три мобильные прививочные бригады. У областной филармонии, у торгового центра на Лепсе 54 и на площади маршала Конева. Также прививки можно сделать и в поликлинике по месту жительства. Пенсионные поправки президента единогласно во втором чтении поддержали депутаты Госдумы. Напомню, Владимир Путин предложил смягчить отдельное положение законопроекта. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин он предложил снизить с предлагаемых правительством 63 лет до 60. Также сохраняется прежний порядок назначения пенсии для коренных малочисленных народов Севера. Вводится повышенная пенсионная выплата сельским жителям со стажем более 30 лет. Снижается стаж необходимых для досрочного выхода на пенсию до 42 лет для мужчин и до 37 лет для женщин. Также поправки президента предполагают досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше, с четырьмя на четыре. Для многодетных женщин, воспитывающих более пяти детей, возраст выхода на пенсию останется прежним. Вводится также новый порядок индексации пенсий до 2024 года. Это увеличение среднего размера пенсии на тысячу рублей ежегодно. К слову, поправки Путина во втором чтении были одобрены единогласно. За них проголосовали 385 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было. Ну а наших городских депутатов сейчас больше волнует ситуация с горячей водой. В Кирове ее нет в 235 домах. Причем в некоторых уже несколько месяцев подряд. Этот и другие вопросы сегодня обсудили на очередном 20-м заседании Кировской городской думы. Все подробности в сюжете. Сегодня в состав Кировской городской думы шестого созыва вошли сразу два новых депутата. Павел Валенчук и Михаил Ковязин. Напомню, 9 сентября они победили на дополнительных выборах. От торжественной части народные избранники перешли к рабочей. По инициативе фракции «Единая Россия» депутаты обсудили один из самых злободневных вопросов. Отсутствие в некоторых домах Кирова горячей воды. У нас есть отдельные микрорайоны, в которых горячее водоснабжение отсутствует достаточно длинный период. Два-три месяца. Мы понимаем, что сети стареют. Мы понимаем, что есть планы работ. Но, наверное, как я понимаю, в этих планах нужно так составлять графики, чтобы укладываться в требования законодательства. Сейчас без горячей воды остаются 318 домов, рассказал директор компании «Т-Плюс» Сергей Береснев. Причины разные. Где-то устраняют дефекты, где-то проводят реконструкцию сетей. Конечно, спрогнозировать количество дефектов на том или ином участке невозможно, если у нас 65% сетей с истекшим сроком эксплуатации. Горячая вода в 72 домах появится уже к концу недели. В оставшихся же ее дадут до 15 октября. Елена Ковалева отметила, что нужно ответственно относиться к обещаниям. Если в теплоснабжающей компании называют конкретные сроки подачи воды, то их необходимо соблюдать. Также глава города подчеркнула, что нужно четко определить даты подачи горячей воды и довести их до управляющих компаний и населения. Анастасия Шерстнева, Алексей Зырянов, Бюро новостей Дайвича. Также сегодня депутаты обсудили изменения правил благоустройства. Речь идет о запрете размещать рекламу на домах. Представители организации «Городская реклама» предлагают не устанавливать рекламные конструкции на некоторых жилых домах и нежилых. И регламентировать размеры баннеров на фасадах. Этот вопрос вызвал споры еще на заседании профильной комиссии. Противники изменений говорили, что новые требования будут противоречить жилищному кодексу России. А сторонники призывали ввести правила, чтобы бороться с визуальным шумом в городе. В итоге споры развернулись и на самом заседании. Что делать с домом, определяют жильцы дома. А мы им пытаемся навязать муниципальные правила. То есть есть противоречия законодательств. Сегодня мы этот вопрос отработали. Никаких противоречий, тем более федеральным законодательствам, нет. Дом возьмет и подаст иск о незаконности, он выиграет. Вот и все. Зачем нам вот это столкновение с населением? Пусть подаст и пусть выиграет. Я считаю, что столкновение, это неправильно. Никакого столкновения нет. Я вам еще раз говорю. Мы с вами можем устроить экскурсию по городу. И сами посмотрите, что у нас сегодня происходит. Вот это хочется прекратить. Я с вами согласен. Давайте юридические формулировки изменим. Какие юридические формулировки нужно менять? Вы думаете, что мы выносим сырой документ, мы бездумно пишем формулировки, потом потихоньку от прокуратуры пытаемся потащить через комиссию и выносим на городскую думу, что ли? Этот документ проходит определенную правовую экспертизу. Сейчас идем от простого и хотим на жителей простых, которые многоквартирные дома. Мы идем не от простого. У нас идет комплексная работа по проведению рынка рекламы в цивилизованный вид. Вы меня извините, вы меня или не слушаете, или что. Я вам еще раз говорю. Это работа по очистке от незаконной рекламы, она ведется до конца года. И потом вернутся к этому вопросу. Каким образом вернутся? Почему вернутся? Почему вернутся-то? К какому вопросу? Вернутся к этим регламентам после того, как увидим, как очистится город от незаконной рекламы, которая сейчас есть в нормативке. Мы сейчас предлагаем ввести правила параллельно, которые позволят нам эту работу ввести. В итоге депутаты изменения не поддержали. За установление новых правил проголосовали 6. 16 человек против 12. Для принятия решения не хватило трех голосов. Разговор по поводу рекламы на фасадах многоквартирных домов мы продолжим с нашими гостями. В студии старший по дому на улице Ленина 20 Валерий Семенищев и организатор урбанистического форума, который пройдет в Кирове в конце октября. Директор Института гуманитарных и социальных наук ВИАТГУ Алексей Костин. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Перед тем, как начать обсуждать ту тему, которую сегодня также обсуждали на Городской Думе, я предлагаю послушать информацию о том, какие именно изменения предлагает городская реклама. Давайте посмотрим. Планируется введение четырех основных изменений. Во-первых, это идет конкретизация по запретам размещения рекламных конструкций. Именно на многоквартирных домах у нас идет запрет на размещение рекламных конструкций на многоквартирных домах этажностью 5 и менее. Второе большое изменение – это определение размеров информационных конструкций. А именно для брендмаурного панно, которое должно размещаться на многоквартирных домах, у нас определена площадь – это 100 квадратных метров, а для медиафасадов и брендмаурных панно на иных объектах недвижимого имущества – 50 квадратных метров. Сокращается, точнее, расстояние между объектом культурного наследия и рекламной конструкцией. А именно, тут как раз конкретика идет для медиафасада и для проекционной установки. Сокращается расстояние, было ранее 100 метров, сейчас мы сокращаем до 45 метров. И последнее изменение такое весомое – это то, что размещение рекламной конструкции на земельных участках вне территории общего пользования. У нас устанавливается также формат рекламной конструкции. Это не более 2,16 квадратных метров. Ну, мнение специалистов городской рекламы и городской администрации в целом ясно. То есть цель – очистить от так называемого шума, мусора, как угодно. Можно называть рекламой. Я знаю, Валерий, вы сегодня были на заседании Думы, и вы против этих изменений, то есть против того, чтобы рекламная конструкция или реклама в целом пропадали с жилых домов. Объясните, пожалуйста, почему. Ну, во-первых, я не совсем против того, чтобы бороться с шумом. То есть внешний облик города должен быть разработан. Дизайн-код города, как мы обсуждаем этот вопрос, и, соответственно, с ним можно как-то рекламу размещать. Это нормально, это человеческий подход. Другое дело, что тут речи о разработке дизайна кода фактически не идет. Запретить и все. То есть тут точно такой же подход, как с киосками. Запретить и все. То есть говорят, что киоски там антисанитария, то есть администрация города справиться не может. Давайте запретим. Тут с рекламой та же самая история. Не нравится световой шум, вот этот рекламный шум. В Казани к чему пришли? То есть запретили рекламные конструкции, да? Шульгинка раз вот оттуда приехал. То есть в итоге получились у нас не баннеры, а телевизоры. То есть шум стал намного более явным, намного более мешающим. У вас-то мнение, насколько я знаю, немножко другое. Вы как председатель многоквартирного дома, как, не знаю, можно ли так назвать, руководитель объединения председателей таких же старших по домам, против того, чтобы конструкции появлялись на домах, потому что вы теряете долю прибыли. Не секрет, что дом получает некий доход от рекламодателя, который размещает конструкции. Да, разумеется. То есть жилищный кодекс определяет, что общая домовая собственность решается путем общего собрания собственников на доме конкретно по рекламе двумя третьями голосов. Жилищный кодекс исключающее понятие ввел, что этим занимаются только собственники жилья. Понятно, что есть определенные требования к рекламе, которую нельзя размещать, там, реклама алкоголя, допустим, еще что-то, но тем не менее. В целом, если вот таких нарушений нет, реклама – это прерогатива собственников дома. Мало того, как вы правильно сказали, что эта реклама, она позволяет дому получать определенные деньги. Это не прибыль дома, это те деньги, которые можно пускать по решению общего собрания собственника на конкретно целевые нужды. Благоустройство, какой-то ремонт текущий, которого не хватает, допустим. Можно даже некоторые дома используют на сокращение величины квитанции. Ну, понятно, то есть какие-то, куда-то это можно отправлять. Ну, насчет жилищного кодекса, я знаю, что сегодня прокурор на заседании городской думы сказал, что никаких противоречий нет. Но мы к этому еще вернемся. Алексей, я знаю, что грядет урбанистический форум, его задача одна из, ну и вообще как основная – сделать наш город инвестиционно привлекательным, просто внешне привлекательным. Скажите, как вы относитесь к тому, чтобы реклама была, либо не была на фасадах жилых домов? Ну, как человек, который изучал опыт и мировой, международный, и опыт ведущих городов России, то есть Москва в первую очередь, я, наверное, на стороне здесь городской администрации. Объясню причины. Дело в том, что если говорить все-таки о финансовом интересе, то, ну, безусловно, он есть, но ставить его на первое место ни в коем случае нельзя. И даже по сегодняшнему голосованию, ну, наверное, здесь сыграл тот факт, что у нас члены городской думы отчасти либо представители бизнеса, либо связаны с бизнесом. Да, действительно, это так. И, безусловно, у них есть свой интерес. Вот. У горожан, я думаю, нету каких-то сложностей в определении мест покупок, поиска магазинов. Все сейчас можно найти в интернет-пространстве, в цифровой среде, никаких проблем с этим нет. Зато перемещение по городу, сделать его более комфортным, проживание в городе, безстрессовым, назовем так, все-таки по мировым трендам, это либо отсутствие рекламы, либо ее, ну, скажем так, минимизация. Чтобы она не бросалась в глаза, чтобы она не портила облик города. А по поводу приведения всей рекламы города к какому-то единому дизайн-коду, я считаю, что это просто будет технически сложно. Дизайн-код нашего города пока еще не разработан, и вот даже если это будет какая-то цветовая гамма или какое-то пространственное решение, то представьте просто рекламные, например, конструкции, рекламные щиты разных там компаний, они все равно уже утверждены как таковые. По крайней мере, если это говорить не о местном бизнесе, а о федеральном бизнесе. Ну вот вы как раз упомянули, что надо равняться на другие города. У нас есть кусочек записанного интервью непосредственно с городской думы, где глава администрации Илья Шульгин высказывает мнение по поводу того, на что, на кого нам нужно равняться. Давайте посмотрим. У нас все пятиэтажки, все фасады залеплены, бог его знает чем. И вот сейчас это все регламентируется. Вот и все. И мы идем в конвейер принятых решений ранее по всем другим субъектам, которые более-менее себя в порядок привели. Ну, я говорю, флагман у нас это Москва. Ну, Валерий, вот у меня к вам вопрос. Глава администрации позиция ясна, то есть хочет привести все в надлежащий вид, чтобы красиво было, как в Москве, в Казани и так далее. Скажите, вот если все-таки мы вернемся к доходам, действительно, это ваши какие-то доходы определенные, о какой сумме вообще в среднем может идти речь? То есть если баннер какой-то располагается на фасаде дома, это ежемесячно какой доход? Ну так я, грубо. Ну, сейчас я примерно посчитаю. Ну, допустим, с баннера, достаточно большого, можно получать доход порядка 75 тысяч в год. То есть это достаточно неплохая сумма. И эту сумму можно использовать, естественно, также по согласованию с жильцами на какие-то цели определенные. Ну, вот вашу точку зрения, кроме старших по домам, кто-то еще поддерживает, кто-то еще против вот этих изменений? Ну, как сказано было, что бизнесменам тоже, как бы, интересно сохранить эту рекламу, потому что, ну, им чем больше реклама, тем лучше. В этом плане, как бы, понятно у них заинтересованность. Они, рынок, коммерсанты, торговля. Торговля – это двигатель, собственно, прогресса, как мы знаем, да, соответственно. Если мы начинаем кошмарить малый бизнес, конкретно по рекламщикам, соответственно, это не есть хорошо. Тем более такими заградительными мерами. То есть дизайн-код предложили бы, разработали, было бы замечательно. У нас есть закон о рекламе, который конкретно по этому поводу говорит, то, что администрации, органы местного самоуправления не могут выдать разрешение на основании конкретно исключающего списка причин. Одной из таких причин является нарушение архитектурного облика города. Вот, соответственно, к дизайн-коду мы возвращаемся, да. То, что запрещает администрация, фактически это, получается, противоречит и закону о рекламе, потому что там нет просто решения муниципального органа о том, что запретить рекламу. Там есть нарушение технического регламента, но это не технический регламент, а просто нарушение правила внешнего благоустройства. То есть если бы там были ограничения, ну ладно. Ну вот, Валерий, вы знаете, у нас есть опять же мнение главы администрации, потому что он сегодня очень яро тоже высказывался на заседании Городской думы относительно предпринимателей, о которых мы сейчас ведем речь. Давайте послушаем. Громче всех выступают те рекламные компании, у которых сотрудников два, директор и главный бухгалтер, у которых выручка довольно большая. Смотрим по налогам, там примерно ноль. НДФЛ, пенсионный налог, налог на имущество, на транспорт. Или у вас транспорта нет, вы как, на руках носите конструкции? У вас кранов нет, у вас ничего нет. Понимаете, а вот такие приходят и громче всех заявляют о себе, что мы пытаемся какой-то малый бизнес кошмарить. Такой малый бизнес, он не нужен, потому что он не платит налоги. Алексей, у меня будет к вам вопрос. Как вы считаете, что может стать компромиссом в этой ситуации? И есть ли вообще компромисс? Либо нужно очистить? Да нет, компромисс можно вообще найти в любой ситуации. Я считаю, тем более лично я противник каких-то там однозначных, радикальных, скоропалительных решений. Конечно, надо выслушать все стороны, рассмотреть все интересы. Но еще раз говорю, давайте просто посмотрим фотографии уже, не знаю, тех каких-то там и стран, и городов, которые прошли этот этап, которые уже минимизировали рекламу или избавились от нее в центральной части города, в исторической части города. Просто сравнивая вот эти вот картины, понимаешь, что неизбежно идет процесс, и мы не можем из этого тренда выпасть, и город Киров тоже должен ему следовать. Нам надо потихонечку избавляться от рекламы. Просто даже представьте разработки новых кварталов, дизайн-проекты. Никто, никакой дизайнер никогда не представит там место для рекламного счета, не предусмотрит какую-то рекламу или там вывеску магазина. Там в основном, конечно, места отдыха, это зеленое насаждение. То есть это комфортное проживание жителей. Я думаю, что там материальные выгоды, которые получает определенное сообщество собственников жилья, она все-таки меньше всех других выгод от красивого, комфортного проживания в красивом городе. Я вас благодарю, наши спикеры, за ваше мнение, участие в нашей программе. Наше эфирное время, к сожалению, подошло к концу. Я думаю, что к этому вопросу мы еще будем возвращаться, и надеюсь, компромисс будет какой-то найден. Я с вами прощаюсь, а мы продолжаем. В Кирове не следят за аварийным жильем. К такому мнению пришли активисты ОНФ после своей проверки. По их данным, в городе как минимум 20 аварийных домов, где управляющие компании не выполняют свои обязанности. Люди живут в антисанитарных и даже опасных условиях. В этом сегодня убедилась и наш корреспондент Анна Стефаненкова. Буквально недавно все начало снова падать. Я все боюсь, как бы трубы не портить, ничего. Константин Зыков боится, что стена упадет на коммунальные системы. А дом вовсе разойдется по швам. Здесь на труда 22 мужчина живет более 10 лет. Дом признали аварийным 4 года назад. Переселить людей должны только в 2020-м. Но до этого времени еще нужно дожить, признается Константин. Причем без помощи управляющей компании. Там звонишь им, кто-нибудь трубку возьмет. Ага, сейчас мы вас соединим с мастером. С мастером, если получится, соединят. А мне сейчас некогда, а давайте потом. Так же и с перерасчетами. Нам бы лучше переселиться, потому что у нас от этого дома одни болезни. У нас все, все, все в доме болеют. Управляющая компания МОП «Коммунальная служба» забыла не только про этот аварийный дом, но и про дом на лесозаводской 28. По словам жильцов, коммунальщики не откачивают канализацию, хотя должны не следят за текущим ремонтом. Поэтому пол в доме проваливается, на стенах подъезда плесень. Вот сейчас у меня рука находится в квартире. Вот здесь вообще ничего нет. Как строили, я не знаю как. Видите? Таких забытых домов в городе как минимум 20, рассказывают активисты ОНФ. Они провели мониторинг жилья, которое признали аварийным после 1 января 2012 года. Более чем в 20 домах побывали наши активисты. И, в принципе, проблемы, которые выявлялись в этих домах, они, по сути дела, аналогичны. Это управление, как осуществляется управление этими многоквартирными домами. В ряде домов, в большинстве, управляющих компаний не было обнаружено вообще. То есть, дома были, по сути дела, брошены на произвол судьбы. Но в городской администрации уверены, управляющая компания ни при чем. Во всем виноваты жильцы аварийных домов, большинство из которых, по данным чиновников, не платят за коммуналку. Сегодня администрация Кирова совместно с руководством ЦКС прорабатывает меры по оздоровлению финансовой ситуации, возникшей в этой управляющей компании в связи с неплатежами жильцов. Еще в администрации города напомнили, тем, кто проживает в аварийном жилье, могут предоставить квадратные метры в маневренном фонде. Для этого нужно обратиться с заявлением в любой многофункциональный центр. Правда, кировчане называют этот выход из ситуации сомнительным, так как зачастую жилье в маневренном фонде от аварийного отличается незначительно. Анна Стефаненкова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Проверили качество выполненных работ. Сегодня глава администрации Илья Шульгин осмотрел котельную в Нововятском районе, которую в этом году реконструировали. Напомню, делали это для того, чтобы увеличить мощность котельной. От нее теперь будут отапливаться дома, от которых ранее отказалась котельная лыжного комбината. Что сделали, а главное, как? Об этом наш следующий сюжет. Больше километра труб в общей сложности проложили энергетики к котельной на улице Орджоникидзе, что в Нововятском районе. Все для того, чтобы запитать на нее дополнительно несколько домов, которые до этого лета отапливались от котельной Нововятского лыжного комбината. В этом году НЛК вывел свою котельную из эксплуатации. Администрацией города вместе с Кировской теплоснабжающей компанией был разработан проект по переключению домов на котельную КТК. Чтобы увеличить ее мощность, энергетикам пришлось провести масштабную реконструкцию. Поставлен новый большой котел на 12 гигакалорий часовых. Здесь вы видите его. Который позволит резервировать мощности, необходимые для Нововятска. В том числе и для развития Нововятска. Полностью поменялась система. Была открытая, будет закрытая. Поставлены теплообменники. Сейчас осталось перемонтировать противопожарную систему и систему водоснабжения. Провести электрику, установить новые насосы, которые позволят регулировать подачу воды и провести ремонт фасада. К первому ноября планируется, что все работы будут полностью завершены. Но уже сейчас и горячая вода, и отопление подаются в дома. То, что мы сегодня видим, это такое у нас маленькое чудо, сотворенное нашими энергетиками. Потому что видно, что и работы ведутся. Скоро мы увидим в работе новый котел с резервом по мощности. Это то, в принципе, что давно уже было необходимо микрорайону. Илья Шульгин подчеркнул, задача на будущее – выйти на бесперебойный круглогодичный режим подачи горячей воды. Ирина Сырцева, Александр Нестеров, Бюро новостей «Дайвичи». Сейчас мы ненадолго прервемся. И вот о чем расскажем во второй части нашего выпуска. Бесплатное путешествие по России. В стране хотят ввести туристические сертификаты. Отсутствие лекарств и юридической помощи. На что еще жалуются заключенные в кировских колониях. Шаверма с сюрпризом и необычная дуэль, чем запомнилась среда пользователям интернета. Это «Дайвичи» и мы продолжаем. Руководство Министерства промышленной политики и представители предприятий легкой промышленности подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. По мнению некоторых предпринимателей, решение своевременное. К чему должно привести взаимодействие бизнеса и власти в этой сфере, расскажем далее. В легкой промышленности сегодня трудится около 9 тысяч жителей Кировской области. Это 10% всех работников, перерабатывающих производств региона. Сектор экономики социально важный, отметил на совещании с представителями предприятий зампредправительства Максим Кочетков. Поэтому проблемы отрасли на особом контроле областных властей. Для того и собираются в рамках таких советов. Цель обозначена. Региону нужен рывок в этой отрасли. Без диалога бизнеса и власти это вряд ли возможно. Сходятся во мнении участники совета. Поэтому те, кто здесь находится, Максим Николаевич, они знают реальную обстановку дела. И то, что такое решение принято, выслушали, это даст, конечно, шанс. Предприятия легкой промышленности Кировской области сегодня производят одежду, обувь, меха, детские и другие социально значимые товары. Объем отгружаемой продукции за последние годы вырос почти в два раза. Согласно данным статистики, Кировская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по ряду направлений. К примеру, по количеству производителей изделий из меха мы уверенно занимаем уже не первый год, первое место. Как было уже отмечено, необходимо приумножить конкурентное преимущество местных производителей. Власти готовы обсуждать дополнительные меры поддержки, но и от компаний требуют современного подхода к ведению бизнеса. Некоторым предприятиям сегодня необходимо модернизировать производство. Считаю, в первую очередь, необходимо вывести резервы, сократить затраты и начать постепенную замену устаревшего оборудования. Только так можно изменить ситуацию. Существующие меры поддержки позволяют предприятиям брать льготные кредиты, значимую роль в продвижении товаров местных производителей, играет также и участие в различных выставках. Представители бизнеса сегодня смогли заявить властям и то, чего еще не хватает в плане поддержки. Вообще, такой диалог многие назвали крайне важным для бизнеса. Поэтому под совместным соглашением о сотрудничестве между Министерством промышленности и предприятиями подписи поставили все. Предпенсионеры и многодетные семьи, возможно, смогут путешествовать по России за счет государства. Для этого инициаторы идеи предлагают создать туристические сертификаты. Предполагается, что таким образом жители страны смогут побывать в таких местах, как Сахалин, Командорские острова, Таймыр или Камчатка. Что об этом думают в Кирове, мнение выслушала Евгения Бакина. Насладиться разнообразием природы, увидеть сочетание японской и русской культуры, взлететь на параплане и порыбачить. Таким открывается для туристов Сахалин. Правда, туристов на полуострове практически не встретить. Удовольствие не с дешевых. Однако скоро это может измениться. Сейчас в России обсуждают возможность создания туристических сертификатов для предпенсионеров и многодетных семей, которые за счет государства смогут отправиться в путешествия по стране. Однако турфирмы к такому предложению относятся скептически. Не уверены готовности некоторых регионов массово принимать туристов. Кто ездит на полуостров Таймыр, кто ездит на Командорские острова, наверное, там единицы, кто там бывал и вообще представляет, что там есть. И поэтому та инфраструктура, которая сформирована на сегодняшний день в этих местах, она достаточно эксклюзивная и не рассчитана на массового потребителя. Если туда будет большой поток туристов, то надо понимать, что та инфраструктура, которая сегодня существует, она просто не справится с этим потоком. Хотя некоторые специалисты считают проект интересным. Если продумать его комплекс, она может пойти на пользу не только тем, кто попадает под данную субсидию, но и туристической отрасли в целом. Я думаю, что пройдет немало времени, пока этот продукт появится. Как только он появится, конечно, мы с удовольствием будем по нему работать. Тем более, если действительно будет достаточное количество людей, которые будут попадать под эти субсидии, конечно же, там все наверняка захотят съездить бесплатно, то есть куда-то. А вот где взять деньги на реализацию данного проекта, инициаторы предлагают федеральные и региональные бюджеты. Но по мнению депутата областного законодательного собрания Кировской области, Ольги Сыкчиной, наш регион в такой программе участвовать бы не смог. Если это коснется бюджета регионов, то наша Кировская область не сможет в данном случае данную идею реализовать. В настоящее время мы знаем, что у нас существуют определенные проблемы с бюджетом, и поэтому дополнительные какие-то финансирования, я думаю, что мы не в состоянии предусмотреть. Пока проект на стадии разработки, но в ближайшее время его планируют окончательно сформировать и направить в Российский союз туриндустрии и Ростуризм. Евгения Баакина, Александр Нестеров, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. С 1 октября для Кировчан пройдет пробная интернет-перепись населения. Она состоится накануне Всероссийской переписи 2020 года. На протяжении 10 дней граждане самостоятельно смогут заполнить анкету на портале госуслуг. Для этого нужно в системе выбрать функцию участия в переписи населения. Кировчане, которые не пользуются учетной записью портала, смогут заполнить электронный лист в любом центре моей документы. В анкете необходимо указать возраст, пол, образование, семейное положение, источник доходов, владение языком. Стоит отметить, пробная перепись проводится для того, чтобы узнать, какое количество граждан готово участвовать в анкетировании с помощью гаджетов и компьютеров. Пробная перепись должна показать, какие мы имеем резервы в результате активности граждан. То есть, насколько наше население будет активно в рамках хотя бы начала пробной переписи, настолько у государства будет возможность говорить о том, насколько менее затратна будет наша большая перепись. Соблюдаются ли права заключенных в кировских колониях? Сегодня об этом говорили в рамках круглого стола представители общественной наблюдательной комиссии, уполномоченные по правам человека в Кировской области, представители системы исполнения наказаний и общественники. Что конкретно обсуждали, расскажет Наталья Бакерина. Жизнь в кировских колониях улучшается, резюмировал уполномоченный по правам человека в Кировской области Александр Панов свой доклад. Смертность в нашем регионе в исправительных учреждениях самая низкая по стране. Условия пребывания соответствуют нормам, проблем с занятостью нет. Хотя жалобы есть, и они на особом контроле. Жалуются заявители на недолежащие условия содержания, неудовлетворительное медицинское обеспечение, действия неправомерных сотрудников, незаконное наложение взысканий. Просят оказать юридическую помощь, которая не относится к характеру совершенного деяния. Нарушения в колониях есть, заявил председатель общественной наблюдательной комиссии Кировской области Михаил Кузьминых. Но говорить об этом он не готов, не подходящее место. Нарушение прав осужденных имеет место. Я мог бы об этом говорить, но сейчас говорить я не буду, не считаю это возможным. В этой аудитории не считаю возможным затрагивать эту тему. То, что произошло в Ярославской колонии, когда ее сотрудники избили заключенного и снимали пытки на камеру, подобного в Кировской области быть не может, говорят спикеры. Хотя многое, по словам Михаила Кузьминых, остается в стенах исправительного учреждения. А условия для тех, кто несет наказание впервые, гораздо жестче, чем у тех, кто в колонию попадает не первый раз. Человека, который совершил, можно сказать, не очень тяжкое преступление, и впервые его совершил, впервые отбывают наказание в местах лишения свободы, но в худших условиях, нежели, скажем, отбывают наказание особо опасных средств. Проблемы у заключенных с медицинским обслуживанием и диагностикой. Не хватает лекарств, помощь оказывают не всегда вовремя. И основная проблема системы – это устаревшее уголовно-исполнительное законодательство, которое нужно менять. Наталья Бакерина, Даниил Кочкин, Бюро новостей Давича. Дадут ли метадону зеленый свет? В России задумались о том, чтобы сделать замещающую терапию для наркозависимых легальной. В ее поддержку высказался первый заместитель директора ФСИН Анатолий Руды. Идея вызвала жаркие споры. А как сейчас проходит реабилитацию, бывшие наркоманы в России, в том числе и в Кирове, узнала Елена Шарыгина. Чтобы вернуться к жизни, нужно побывать на самом ее дне. Так считает бывший наркоман Максим Зимин. Больше года он живет в реабилитационном центре в Кирове. Вспоминает, за 20 лет зависимости он лишился всего. Родители отвернулись, жена и ребенок не захотели иметь ничего общего. Друзей погубили наркотики и алкоголь. Сейчас мужчина планирует начать жизнь с чистого листа. Учишься жить именно в трезвой атмосфере. И именно с теми, что очень помогает. Именно с теми ребятами, которые знают проблему изнутри. То есть они знают, как тебе помочь, потому что когда-то кто-то также помог и им. И сегодня, сегодняшний день, если говорить о планах, то у меня самое большое желание – это также помочь тем ребятам, с которыми и я употреблял. Вместе с Максимом в центре живут еще 10 человек. История у всех разная, но их объединяет одно. С пагубными пристрастиями они решили завязать. Бывшие наркозависимые проходят трудотерапию, арт-терапию, занимаются с психотерапевтами, а также активно проводят время на природе, занимаются спортом и ходят в кино. В общем, учатся жить нормальной жизнью. Сам курс реабилитации длится от трех месяцев до года. Но мы рекомендуем именно год. Почему год? Потому что человек именно на протяжении года, то есть все четыре сезона, он провел в трезвости. Но у каждого, то есть к каждому подход индивидуальный. Поэтому зависит от личности человека. То есть кому-то достаточно и полгода, а кому-то и года недостаточно. Подобные центры реабилитации расположены по всей стране. Из зависимых стараются увозить в другой регион. Говорят, так восстановление проходит гораздо легче. К слову, в Кирове, по данным Министерства здравоохранения, низкий уровень потребления наркотических средств среди населения. По итогам 2017 года количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания, 48,5 на 100 тысяч населения, что в 3,8 раза ниже аналогичного показателя Российской Федерации. Количество лиц, диагнозом пагубное употребление наркотических средств, по итогам 2017 года зарегистрировано 57,5 на 100 тысяч населения, что в 2,2 раза ниже аналогичного показателя в Российской Федерации. Пациенты проходят реабилитацию на нескольких уровнях, начиная от районного психиатра-нарколога, заканчивая областным наркодиспансером. Еще один способ борьбы с наркотиками предложил первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудой. По его мнению, нужно легализовать замещающую терапию для наркозависимых. Суть ее в том, чтобы заменять тяжелый наркотик более слабым. На Западе эта практика широко распространена, но в России идея вызвала бурные споры. Елена Шаригина, Александр Брызгалов, Бюро новостей ДАВИЧа. Нужно ли легализовывать заместительную терапию для наркоманов в России, мы решили спросить руководителя Центра для наркозависимых в Кирве Александра Пигулина. Он у нас в студии. Добрый вечер, Александр. Благодарю, что пришли сегодня к нам. Чтобы зрителям было понятно, позвольте, я зачитаю цитату господина Рудова как раз относительно этого. Я, может, окажусь абсолютно непопуляренной, даже скажу вещи страшные для человека в погонах, но я, честно говоря, думаю, что надо вводить для тех, кто стал наркоманом, замещающую терапию, чтобы они не шли, не воровали у своего соседа, у родителей, еще у кого-то, а получали свою дозу официально в аптеке бесплатно и таким образом разрушить рынок наркотический. Вот как вы относитесь к такой идее? Да, конечно, он говорит о снижении вреда при употреблении наркотиков. Но что такое метадоновая программа, о которой мы говорим заместительная? Мы говорим о наркотике, который замещает наркотик. То есть мы говорим, в принципе, об опиате. И этот препарат, он был создан для того, чтобы бороться с героиновой зависимостью. В Кировской области, если мы говорим о Кировской области, здесь такой зависимости вообще очень мало процентов, как и в России, потому что уже все давным-давно сидят как раз на метадоне. То есть нам уже нечего замещать и так в Кировской области? Да, да. Вы мне расскажите тогда, чем замещать метадон, потому что было время, в наркологию обращались ребята, которые уже плотно сидели на метадоне, и им наркологи говорили, вам нужно вначале опять употреблять героин. То есть более тяжелый наркотик, правильно я просто уточню? Да, да, да. А вы мне сказали, что более тяжелый, но менее тяжелый метадон. То есть получается, господин Руды предлагает просто заменить один наркотик на другой. Но речь не идет вообще об избавлении от зависимости, правильно получается? Нет, человек находится всю жизнь в зависимости. То есть он каждый день будет получать эту таблетку. Единственное, в чем плюс хотели сделать те, которые придумали эту программу, они хотели бороться со СПИДом и с ВИЧом. То есть дается медикамент перорально, в виде таблетки, не инъекционный. Поэтому они решили таким образом бороться с ВИЧ-инфекцией. Но смотрите, человек, который является наркоманом, ему охота и эйфорию. Та таблетка, она ему не будет давать тот приход, который он ожидает. И поэтому, получив утром в больнице таблетку, он все равно пойдет на улице для того, чтобы искать себе очередную душу. Серьезно? То есть это даже не выход? Конечно, для того, чтобы получить кайф. И все равно он пойдет и воровать, он пойдет для этой дозы, и делать какие-то вещи. Поэтому есть сторонники, есть противники заместительной терапии. И, конечно, этот вопрос нужно очень серьезно обсуждать. Но вы противник? Я не сторонник. То есть, ну и не противник. Я вам не скажу, что это плохо. Если это помогло хотя бы кому-то, а я вижу, что есть статистика помогающих, для меня это очень здорово. Если хотя бы одному человеку это помогло, и он выбрался из этого, да. Но я говорю о том, что эти люди не свободны. То есть, они обречены на всю свою жизнь употреблять наркотик. Потому что это тот же самый опиат. Но дело в том, что опиат, он приносит разрушительное такое действие. Мы говорим о наркотике, и поэтому он употребляет легально наркотик. Через медицинские кабинеты. А как, на ваш взгляд, вообще в России, ну и в Кировской области в частности, нужно бороться с наркотической зависимостью? Нужно бороться. Первое. Конечно, это профилактика. Профилактические занятия должны быть тем людям, которые еще никогда не употребляли, не сталкивались с этим. Их надо говорить о вреде, о последствиях употребления. Вы считаете, это поможет? Вот просто беседы. Частично. Очень многие те, которые к нам обращаются сегодня, они вспоминают нас, когда мы приходили к ним еще 10 лет назад. И не помогло, получается, так? Ну, кому-то помогло. На кого-то как прививка подействовала сразу же. Как некая такая прививка, которую он, его просто страх берет, да, употребляет. Есть те, которые уже употреблили, просто они вовремя не признались. И спустя какое-то время они стали такими действующими наркоманами. Впоследствии, когда они пришли к нам на программу реабилитации, они сказали, вы к нам приходили в школы. А это уже ребята, которым по 23 года, по 25 и так далее. Вот, поэтому, первое, это профилактика. Мы говорим с теми людьми, которые уже употребили, уже знают, что тут. Потому что один раз, который человек употребит наркотик, он уже наркоман. У него уже есть эйфорическая память. Он знает вот это чувство. И поэтому, конечно, есть вторичная и третичная профилактика. Это как раз программа реабилитации, вот, которые ребята сейчас были в эфире. Они говорят о том, что необходимо научиться жить в трезвости. Это вообще возможно? Каким образом? Это что, надо каким-то личным примером показывать, что это возможно? Или как это достигается? Ну, вот я личным примером доказываю это. Потому что точно так же в мою жизнь однажды попал наркотик. Я уже 10 лет показываю ребятам, что можно жить в трезвой жизни. Это самая лучшая действенная мера, личный пример, как вы считаете? Это да, это эффективно и более помогает. Но мы должны научить зависимого человека жить в трезвости. И почему мы говорим о четырех сезонах? Потому что даже Новый год, я беру на Новый год и спрашиваю, когда вы последний раз были трезвыми в Новый год? И положительного ответа не слышу. Почему? Потому что на протяжении 50 лет ребята в Новый год употребляли. И они не знают, как провести Новый год без употребления. Вы показываете им альтернативу? Да, он начинает учиться жить без искусственного удовольствия. Он начинает делать то, что делают в центре. У нас запрещены, понятное дело, наркотики, алкоголь и так далее. И он начинает учиться жить по-новой. Он получает необходимые знания, которые переходят в навыки. И он потом их применяет уже на практике в своей жизни. И для этого существует определенный период. Если вернуться снова к инициативе господина Рудова, как вы считаете, если все-таки дойдет до того, что нужно будет голосовать? Ну вдруг? Вот вы будете голосовать за или против? Я все-таки хочу попросить вас с какой-то точки зрения больше применять. Скажу так, если бы это было лет 10 назад, я бы с вами здесь не сидел. И поэтому, конечно, я буду против. И я буду говорить об альтернативах, которые сегодня есть. Сегодня есть очень много эффективных программ. Не надо лениться, надо заниматься социальной проблемой. Это же не просто такая медицинская проблема, физиологическая. Это социальная проблема. Ну это ленивый, он узнает, что есть такая программа метадоновая. И он не будет обращать внимание на другие программы, которые дают освобождение. Он сразу же пообратится к ней. И ему легко, он пришел, употребил. И потом очень много проблем из этого выйдет. Поэтому, конечно, как альтернативу я буду предлагать программу реабилитации, которая дает шанс человеку жить свободной жизнью без употребления наркотиков или их заменителей. Поэтому все те, которые, ребята, сегодня находятся на нашей программе... Они уже на шаг впереди. Они, да, они уже являются свободными. При всем при этом, они знают, что с этой болезнью им придется жить всю жизнь. Но без употребления наркотиков. Я вас благодарю, Александр, за ваше мнение, за то, что пришли сегодня к нам. Желаю вам удачи в вашем нелегком труде. Наше эфирное время, к сожалению, заканчивается. Нам нужно с вами прощаться, а мы идем дальше. Спасибо большое. Спасибо. Небольшая пауза, не переключайтесь, впереди еще много интересного. Это, да, Вичей, мы продолжаем. Это, да, Вичей, мы продолжаем. Дендропарк начали благоустраивать. Сейчас там проходят работы по прокладке электрокабеля. До конца октября здесь будет оборудовано наружное освещение пешеходных и велодорожек. Протяженность освещенного участка должна составить около 4 километров. Кроме того, в парке также планируется укрепить дорожки и сделать велосипедную трассу, которая зимой будет использоваться в качестве лыжни. Эти работы планируется закончить до конца года. Общая сумма, которая будет потрачена на обустройство дендропарка, по данным кировских СМИ, составляет около 7 миллионов рублей, 4 из которых пойдут на покупку материалов. О новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Евгения Бакина. Добрый вечер. 40 дней пробыл в открытом море. История 19-летнего юноши из донезийского острова Сулавеси покорила пользователей интернета. Алде Адилан, так зовут молодого человека, работал смотрителем плавучей рыбацкой хижины. Его задачу входило ловить рыбу. Во время июльского землетрясения начался ураган, который унес домик в открытый океан. Чтобы выжить, индонезиец сжигал остатки угля и готовил пойманную рыбу прямо на досках собственного судна. Пил юноша морскую воду, которую пропускал через одежду. Мимо хижины Алды ежедневно проплывали корабли, но его будто никто не видел. Только в конце августа юноше повезло. В водах Гуама его подобрало панманское судно. За время пребывания в составе иностранного корабля юноша успел побывать в Японии, а после вернулся домой. О счастливом спасении стало известно только сейчас. Решил выйти на улицу через окно. В интернете появилось видео чудесного спасения. Как мальчика спас сосед снизу. Инцидент произошел в Астане. Ребенок хотел погулять, но родители заперли его дома. Тогда малыш оделся и пошел к друзьям. Но не через дверь, как полагается, а через окно 10 этажа. На видео видно, как ребенок повис на подоконнике. После не удержался и полетел вниз. Но, к счастью, малыш успел поймать сосед снизу. Как мужчина рассказал после, он услышал крики и из любопытства решил посмотреть в окно. Увидел сверху свисающие детские ножки. В нужный момент он успел поймать ребенка. Шаверма с сюрпризом. Петербуржец заказал доставку из ресторана. Еду привезли, но шаурма оказалась опасной. Мужчина сделал пару укусов и обнаружил новый ингредиент – нож, который находился внутри блюда. По словам Микаэля, так зовут пострадавшего. Шаурму привезли в запечатанном виде, и упаковка на ней была не нарушена. Отмечу, что мужчина не пострадал, но он намерен обращаться в надзорные органы. И напоследок – необычная дуэль в центре города. Жители Пензенской области стали свидетелями, как во дворе многоэтажного дома два лося выясняли между собой отношения, как полагается на рогах и из-за дамы. Поединок длился несколько минут и завершился в пользу сильнейшего самца. Жертв в разрушении нет, но пострадала припаркованная рядом с полем боя иномарка. Сами местные жители комментируют этот поединок, как обычный день за речном. У меня на этом все. До встречи. Это все, о чем успели вам рассказать сегодня. Напомню, что вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. И на этом я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Халявина. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok